А последний день мы решили посвятить не только дороге обратно, но и, ну я решил, хорошо, но и посмотреть Урал. Что касается жизни вне горнолыжных центров и вне каких-то относительно крупных городов на Урале, так вот, жизни там нет, ну практически нет, потому что дома все покосившиеся, разваливающиеся. Башкиры не такие трудолюбивые, как вьетнамцы, судя по всему, особо что-то делать они, видимо, там не хотят. Поскольку уж я хотел посмотреть Урал, ребята мне подсказали национальный парк Таганай и вот я еще нашел айские притесы. Выехав на М5, мы доехали до города Златоуст. Целью нашей, конечно, был не город, а национальный парк Таганай. Целью нашей, конечно, был не город, а национальный парк Таганай. На самом деле, все Уральские горы, все пики, они довольно похожи друг на друга, мнение пилота дронов. Таганай просто находится вблизи Златоуста, более обустроен для туристов. Таганай. не видно, думаешь, неужели это здесь? Оказывается, поле заканчивается огромным обрывом. И это, на самом деле, довольно классное место. Чтобы это место впечатлило вас больше, нужно в него приезжать до того, как вы поедете какие-то более высокие горы. Или надо же горнолыжкой. Вот, наверное, все, да. Субтитры сделал DimaTorzok